господа я бы сказал что сегодняшнее мое сообщение выход в эфир можно назвать своего рода экстренным сообщением поскольку появился очень мощный резонанс средствах массовой информации в европе в частности в испании это как резонанс на то что я в своей книге довел до людей как на султан назарбаев работал с монархиями мира получив информацию из моей книги ко мне обратился журналист одного печатного издания испании и попросил объяснить мне дать более подробную информацию чем было написано в этой книге я с удовольствием дал эту информацию ну для начала хотел сказать что султан назарбаев когда стал президентом казахстана он лихорадочно искал пути выхода на влиятельных людей через которых он мог бы войти в монархические дома европы азии и этим самым добиться своего признания а путь у него был простой советского партийного функционера практически в европе никто не знал и он еще раз почитаю лихорадочно искал связи и одним из таких людей который появился в его поле зрения оказался хуан карлос 1 король испании которого султан назарбаев с удовольствием пригласил к нам в казахстан и устроил ему бесспорно королевскую охоту королевские приемы и естественно как мэр города алма-аты король со своей королевой прилетал к нам в алма-ату мне приходилось принимать участие во всех мероприятиях в городе и хочу сказать что ну султан назарбаев оказал очень большую услугу королю хуану карлоса первому ну во первых была организована в нескольких местах наших бескрайних просторов казахстана охота частности в карагандинской области король хуан карлос охотился на очень редкого муфлона который находится в красной книге и они как я понимаю вместе с султаном назарбаевым я сам не был там вылетали на эту охоту и я увидел когда король испании улетал из аэропорта алма-аты как через заднюю дверь самолета грузили голову муфлона с этим могучими ветвистыми рогами голову кабана и других другую живность которую видимо король вместе с президентом казахстана отстрелял на охоте я честно говоря удивился я впервые видел чтобы голову муфлона голову кабана грузили в самолет и король испании увез их вместе с собой в самолете в испанию естественно показали красоты города алма-аты вывезли за пределы алма-аты чем булак каток медео естественно султан назарбаев в алма-атинской области организовал прием королю с кимчатской бани на берегу реки поставили такой павильон где прошел поистине королевский ужин то есть султан назарбаев показал почести королю так как положено королю оказывать ну все это оказалось не бескорыстно через короля хуана карлоса первого естественно султан назарбаев входил монархические семьи и имел рекомендации такого я бы сказал уважаемого в европе и во всем мире человека как король испании и естественно использовал все на полную катушку и когда король испании улетал из аэропорта города алма-аты назад в испанию аэропорту я тоже обратил внимание что через переднюю дверь личная охрана султана назарбаева заносит кейсы ну четыре или пять кейсов было таких дипломатов я бы сказал зашли на охранники самолет а вышли уже без этих кейс я еще подумал странно какие документы возят на султан назарбаев самолете у королем испании но потом через какое-то время при беседе с рахатом алиевом тогда еще зятем президента республики казахстана султана назарбаева он мне выдает такую тайну что вот на султан назарбаев такую-то сумму денег миллионы долларов до пяти миллионов как слова рахат алиев но султан назарбаев виде презента погрузил самолет хуана карлоса ну тогда я сказал арахат я видел эти кейсы которые заносили в самолет теперь мне понятно что они увезли в самолете в испании то есть султан назарбаев используя деньги которые он отобрал у народа казахстана для того чтобы получить зеленую дорогу в королевские семьи ну можно сказать что и в королевскую семью великобритании вошел и в королевскую семью княжества монако вошел и бельгийскую семью вошел и можно еще перечислить ряд значит королевских семей где он был принят как уважаемый президент государства и вот эти деньги которые использовала султан назарбаев и открыли ему двери и через какое-то время средствах массовой информации появились фотографии после того момента когда король испании улетел из алматы увозят собой трофеи появилась информация что одним из немногих гостей на свадьбе у королевской четы хуана карлоса был султан назарбаев там 14 15 всего руководителей государства правительства было на свадьбе один из них был султан назарбаев вместе с младшей своей дочерью алией назарбаев то есть тогда я для себя уяснил что все это сработало все это закрутилось завертелось и но султан назарбаев в испании получил коста браво заповедной зоне огромный участок земли где тимур кулебаев начал строить резиденцию и зеленые испании очень мощно протестовали против этого но видимо связка президента назарбаева с королевской семьей погасила все эти возникавшие трудности по строительству по организации работ заповедной зоне испании и в конечном итоге там появилась очень мощная резиденция и фильме казма казмунай диас я помню показали очень хорошо эту виллу в коста браво куда прилетал назарбаев его дети там очень хорошо отдыхали и это все были связки с королевской семьей но что меня поразило в этой ситуации казалось бы маленькая интервью по телефону журналисту одного из печатных изданий испании и получила очень мощный резонанс средствах масс информации испании это гражданское общество испании очень активная которому не безразлично кто руководит этим государством и кто выполняет все принципы королевской власти испании это конституционная монархия не абсолютная монархия то есть король находится под контролем общественности и очень что поразило меня что это общество очень гражданское общество живо отреагировало а наше казахстанское общество практически до сих пор никак не отреагировала на все эти процессы которые проходили и проходят до сих пор с нашим президентом или экс-президентом а ныне ельбасы но султаном назарбаевым я думаю что не за горами тот момент когда наше гражданское общество сформируется многие говорят что уже сформировано гражданское общество в казахстане но действует она сильная но я хочу сказать что нет и правозащитники прямо об этом говорят что даже еще не определен сегодня принцип не определены задачи не определить цели этого гражданского общества и каким образом необходимо выражать свои мысли свои планы свои претензии по отношению к руководителям нашей страны и изменение политики государства по отношению гражданам нашего казахстана я почему говорю об этом потому что я уверен что это гражданское общество все-таки проснется и предъявит свои требования к султану назарбаеву и членам его семьи и тогда как лавина в средствах массовой информации появятся эти сообщения и думаю что ну султан назарбаев точно так же как король испании хуан карлос 1 будет искать защиты за пределами испании и за пределами европейского континента поскольку все новые и новые факты высвечиваются недавно вот высветилось то что у хуана карлоса 1 в швейцарии был открыт счет и там лежало 8 миллионов долларов непонятно откуда непонятно как они попали на этот счет но это приоткрывает возможность предъявить претензии хуану карлоса поскольку он сложил свои полномочия как короля испании и он потерял иммунитет королевской семьи и сегодня могут ему предъявлены быть обвинения вплоть до уголовных по отношению к его личности я бы хотел чтобы точно такие же обвинения точно такие же испытания понес на султан назарбаев и все члены его семьи я уверен что это будет не за горами спасибо уважаемые казахстанцы а